Работать много или работать с умом? Экономить или транжирить? Действовать или ждать? Мы выбираем. Совместно. Каждую неделю в передаче «Альтернативы» на твоём канале. «Альтернативы». Широкий выбор идей для нормальной жизни. Как часто мы задумываемся о том, как сделать жизнь лучше? Как принять участие в управлении своим домом, городом или посёлком? Как мы можем повлиять на решения местных властей, затрагивающие наши интересы? Какие обязательства имеют те, кого мы избрали в органы местного самоуправления? И насколько ответственно они исполняют свои обязанности? Пожалуй, все бендерчане хотят, чтобы город был чистым и зелёным. В квартирах было тепло, работало водоснабжение, городской транспорт, школы, больницы, библиотеки, парки и стадионы. Чтобы улицы были заасфальтированы, а рядом с домом были спортивные и детские площадки. Подъезды были чистыми, а мусор своевременно вывозился. Но как этого добиться и что зависит от нас, а что от представителей власти? Прислушивается ли власть к нашему голосу? Советуется ли она с народом? Нет, я думаю, не прислушиваются в основном. Ну, потому что для того, чтобы прислушиваться к мнению народа, нужно спрашивать. А у нас как бы такого нет, чтобы на улице даже, допустим, где-то проводили какой-то опрос. Они сначала это самодумают, а потом делают всё равно по-своему. Должна ли власть советоваться с народом? Конечно, должна. Почему? На то и депутату выбирали, такое моё мнение. Депутаты приходят для того, чтобы решать свои личные вопросы. А как люди, жители города, могут повлиять? Повлиять? Я думаю, что для начала должны быть не назначенные руководители города, а прямые выборы. Президент обещал, что мы будем выбирать главу госадминистрации, но этого не случилось, к сожалению. Люди могут повлиять на решение властей или нет? Думаю, что сложно. Мне, например, не нравится, что слишком застраивают вот этими киосками всевозможные. А кто спросил у нас, хотим ли мы этого? Я считаю, что могут повлиять на решение властей, когда властям интересно мнение людей. Когда им неинтересно, они будут принимать решение, не спрашивая людей. Не спрашивают, потому что видят власть, что народ абсолютно пассивный в этом плане. То есть за 25 лет здесь полностью защищено какое-то такое правовое поле. Гражданское такое общество, здесь как-то такое отсутствие. Вы видели хоть одного человека с каким-то пикетом, одиночным хотя бы, который разрешен по закону, с табличкой, я против вырубки деревьев? В администрации принимаются, выносятся какие-либо решения. Как вы считаете, насколько администрация публична и люди знают об этом? Не публична, я считаю, что не публична. Если принимается какое-то решение, мы уже узнаем постфактум об этом и то в лучшем случае, если мы об этом знаем. Вообще я хотел бы увидеть прозрачный бюджет. Я не думаю, что вам кто-то с радостью покажет суммы, которые печатают в газетах, и реальные суммы, и куда они идут. А кто отчитывается? Вообще, кто отчитывается? Перед кем? Ни депутаты не отчитываются о своей работе, ни госадминистрация не отчитывается. Почему? Отчеты есть в электронном виде? В электронном виде есть, но а где можно их проверить? Все платим налоги, формируется бюджет. Все решения должны приниматься, исходя из интересов граждан, нашего города конкретно. Все проекты должны обсуждаться. Но мало того, что избираются те же депутаты, они тоже далеки, они оторваны от народа. То есть, когда они идут на выборы, они что-то обещают. Вот наши депутаты нам во дворе все сделали, что мы просили. Это сделали сейчас или до выборов? До выборов, да. Все зависит непосредственно от нас с вами. Если мы ничего не будем требовать, если мы будем просто молчать, молча наблюдать, как сторонние наблюдатели, то мы просто будем жить, как в зоопарке. Нам будут кидать какую-то морковку, какую-то колбаску, и все будут довольны. В свое время главой Бендер президент назначил инициативного человека Юрия Гервозюка. Его планам можно было позавидовать. Проблема была лишь в одном. Все свои решения, которые касались многих людей, он принимал ни с кем не советуясь, не спрашивая мнения людей. Крылатой стала его фраза «Никто никому ничего не должен». Вот этот подход граждан, возомнивших себя, не знаю кем, кто-то кому-то что-то должен. Никто никому ничего не должен. Несколько лет назад часть одной из центральных улиц города Бендеры была с легкой руки главы неофициально переименована с советской на дворянскую. После того, как Юрий Гервозюк распорядился о ее масштабной реконструкции под старину. Он решил вернуть улице исторический облик. Для этого сняли асфальтное покрытие, под которым лежала брусчатка. В начале прошлого века ею были выложены улицы Бендер. Дополнили картину чугунные фонари и кованые скамейки. Красота, как говорится, требует жертв. Брусчатки для реконструкции улицы Дворянской не хватило. Для участков 500 метров донорами стали другие четыре центральные улицы, которые в спешке разобрали. Согласия жителей тогда никто не спрашивал. В дорожной программе на подобные проекты финансы не выделялись. Вопросы по реконструкции улицы Советкой проводились без каких-либо согласований с городским советом, с общественностью города и вне каких-либо целевых программ. Эти действия были сделаны непосредственно по личному инициативе бывшего главы государственной администрации, в рамках которого ущерб, который был нанесен городу в численности прямой по восстановлению вот этих четырех кварталов, определён свыше 800 тысяч рублей. Вся ли брусчатка, которую взяли с нескольких улиц, пошла на ремонт части улицы Советской? Этот вопрос часто задавали горожане. А самое главное, кто и когда займётся восстановлением пострадавших улиц? Более двух лет эти участки автомобилей объезжали стороной, а жители обращались во все инстанции, вплоть до президента. На многочисленные обращения ответ был один. Денег на восстановление дорог в бюджете нет. Я так понимаю, что это очень недешёвое удовольствие выложить гранитными булыжниками по размеру. То есть я просто знаком со сметами такого рода проектов. То есть это очень дорогое удовольствие. Я думаю, что в первую очередь можно было потратить деньги на какие-то другие проекты. Именно публичное слушание будет залогом каких-то ключевых правильных решений. Между прочим, забрали камни с нашей улицы. Мы так возмущались. Но сделали они здесь. Но всё равно вот эти камни тяжело, особенно с ребёнком. Я не знаю вообще, почему не посоветуют. Наверное, не посоветуют, раз так делали. Лично я бы этого не захотела. История вокруг улицы Дворянской наделала много шума, привлекая внимание не только горожан, но и прокуратуры. Я делал запрос в прокуратуру Пренестровской Молдавской Республики. Недавно был получен ответ, который признаёт, что глава государственной администрации нарушил действующее законодательство, превысил собственные полномочия, что всё-таки не может один человек по своему разумению, что захотел, то и сделал. Всё-таки есть закон. Есть законные владельцы в лице городского совета, в лице граждан города Бендер и жителей его. В ответе прокуратуры говорится, что в период деятельности экс-главы госадминистрации города Бендера имели место факты нарушения действующего законодательства. Через два года по распоряжению уже другого главы города дорожное покрытие так называемых улиц-доноров восстановили. Схема до боли простая. Сначала наносится ущерб городу, ну а потом за счёт бюджетных средств этот урон с позволения депутатов устраняется. Ремонт производился за счёт собственных средств муниципального предприятия. Как позже выяснится, рабочим просто задолжали заработную плату. Вопросы финансирования подобных ущербных для города действий очень далеки от прозрачности. Как говорится, тайна покрытая мраком, в которой депутаты ещё долго будут разбираться. Мы рассматриваем вопрос законности принятого решения. То есть у нас есть дорожная программа, которая принимается на сессии, которая утверждается, формируется депутатами. На сегодняшний момент принято решение было о восстановлении достаточно большого участка городских дорог. Хотели бы узнать, чьё было решение о проведении работы. В конце октября мы докладываем о выполнении работ. Распоряжение предусматривалось затраты по выполнению работ отнести за счёт средств предприятий. Сумма затрат составила около 88 тысяч рублей. Туда входят налоги, заработная плата и затраты по дизельному топливу. Есть решение прокуратуры, где чётко озвучено о том, что главой администрации были превышены полномочия. Ответ этот существует, ответ этот есть. Нет, я просто к чему говорю. То есть вами были выполнены работы. То есть вы провели работы. Почему у нас рождаются решения, которые впоследствии не очень вяжутся? Потому что вначале у нас приносится достаточно большой ущерб в городе, а потом за счёт муниципального предприятия пытаются этот ущерб покрыть. История с улицей Дворянской ещё не закончилась. Сегодня горожане просят у депутатов и руководства города заасфальтировать одну из пешеходных дорожек по улице Дворянской, чтобы можно было спокойно пройти по ней не только на каблуках, но и с детской коляской. Депутаты подготовили обращение в администрацию города, и городская исполнительная власть должна найти ответы на поставленные вопросы. Люди, которые проживают непосредственно на квартале Советской, между площадью и улицей Московской, те люди, которые вынуждены передвигаться по этому кварталу пешим образом, были лишены возможности нормально передвигаться, потому что были случаи и падения. Мы обращались в адрес руководства республики в прошлом году. Значит, для того, чтобы, так как это решение было внеплановым, это было просто личное решение главы госадминистрации на тот момент, Герозюка, значит, чтобы государство, руководство республики, выделило дополнительные денежные средства, которые не были предусмотрены в бюджете города, для того, чтобы это безобразие всё-таки устранить. В прошлом году удалось всё-таки добиться того, что было восстановлено дорожное покрытие на улицах Ковряга, Пушкина, Дзержинского и Лозу, а в этом году, вот мы уже за счёт муниципальных средств, мы делаем пешеходную зону, причём не асфальт, а, скажем так, заводским булыжником, для того, чтобы наши граждане, хотя бы и гости, которые посещают музей, для того, чтобы они могли, скажем так, достаточно комфортно подойти к музею, посетить, пройтись по этому кварталу. Эта работа начата, она продолжается, и сегодня мы получаем достаточно большое количество положительных комментариев по данному вопросу. Пожалуйста, сегодняшний конкретный вопрос взаимодействия городских властей и жителей нашего города. Эта ситуация подняла большой пласт проблем. К примеру, почему решения, затрагивающие многих горожан, принимались без учёта мнения бендерчан и народных избранников. К сожалению, сложилась практика, при которой достаточно большое количество работ в государственной администрации выполнялось без согласования с городским советом. Отсюда возникали задолженности перед муниципальными предприятиями. Возникла необходимость погашения кредитов, которые неизвестно, как расходовались, и многое другое. Этому ещё будет дана правовая оценка. Представители общественных организаций города, оценивая действия бывшего главы и народных избранников, высказывают своё видение проблемы. А кто его контролирует? Он подчиняется президенту, что люди должны были выйти на улицу. Сегодня защищаются и интересы власти. Власти позволяют делать всё, что угодно. Нарушать конституцию, закон. А когда народ начинает что-то, чего-то говорить, если это руководители, то их смещают с работы. Активность – это хорошо, но активность должна сопротивляться с порядочностью и честностью. К большому сожалению, видимо, есть тут большие вопросы. Недаром сегодня есть вопросы и претензии к героризику со стороны правоохранительных органов. Заниматься такими решениями, не совсем понятными нормальному здоровому человеку. К сожалению, как это отразилось на Шевчуке? Он снял его с должности. Но вот как президент не извинился перед бандерчанами, поменял на другого главу. Опять же, не советуюсь, не прислушиваясь к мнению бандерчан. Кроме общественности, как я понимаю, этими вопросами на тот момент надо было заниматься и представителям городского совета. Задавать вопрос, делать депутатские запросы, искать и находить по-горячему. Для того, чтобы сейчас не разводить руками и осознавать, что уже поздно, надо было делать это тогда. К сожалению, опять же, мы видим такую пассивность, наверное, нежелание. Я думаю, что это все должно меняться. Принимаются решения, а с народом не советуются. Хорошее, нормальное решение. Вот эта улица Советская, от Ленина до Московской. Но подождите, ребята, посмотрите, какое-то качество. А кто думал о том, что еще должны где-то граждане, пожилые люди ходить, да? Где-то сегодня приходится, будет все исправлено. Таких примеров в городе очень много, когда не дослушали, не дослышали, проигнорировали мнение населения. Особенно касалось застройки. Ну и вот эта наша улица Дворянская, по которой невозможно ходить. Это вот яркий образец, как не надо делать. Вот если бы спросили бы, люди бы сказали, как надо делать. И качество нужно делать, и откуда брать этот камень, не оттуда, где взяли его и так далее. Ничего это не было спрошено. То есть это было просто единоличное решение. Нужно в максимальной степени опираться на мнение людей. Потому что, знаете, вот иногда бываешь в других городах, встречаешь такое. Вот если бы директором был я, или если бы главой города был бы я, что бы я сделал. Вот даже вот такое запустить. Пусть СМИ это покажут. За 2-3 недели вы соберете столько интересных предложений, потому что все-таки народ в своем большинстве он мудрый. И многие вещи он видит на разных уровнях. То, что, допустим, власть видит только на своем каком-то уровне, своей какой-то площади. А народ видит это по-другому. И если это все учитывать, то, конечно, тогда решения будут максимально приближены к пожеланиям людей. Люди должны чувствовать ответственность за свое государство, за свой город, за свою улицу, в конце концов. И, соответственно, принимать в этом самое активное участие. Это определенного рода культура, которая нам на сегодняшний момент достаточно еще далека до нас. Что касается исполнительской власти, то я считаю, что они в процессе создания. Что касается законодательной власти, то, конечно, здесь открытости я не наблюдаю вовсе. Этого процесса нет. 30 человек избранников, находящихся в городском совете. Я считаю, что даже если бы каждый из них взял на себя в год по одному вопросу, самому актуальному, который он... Они же живут вместе с нами. Они двигаются по одним улицам. Они видят те или иные нарушения, которые происходят. Тот или иной бардак, не участие жителей, от них это напрямую зависит. Я думаю, что если бы каждый из 30 человек взял на себя самый актуальный вопрос в городе и путем депутатских запросов, депутатских расследований, своего собственного участия, попробовал бы его в год разрешить, ну, можете себе представить, 30 самых наболевших вопросов с участием депутата, у которого есть полномочия, у которого в руках дана власть. Это был бы огромный бы рывок нашего города в своем развитии. Ну, и плюс, в конце концов, не забываем, что за этого депутата голосовали люди. И эти люди, проголосовавшие за него, ну, пусть это 300 человек, пусть 400, пусть не все, но даже если он их попробует вовлечь в работу на собственном районе, уход за районом, благоустройство, участие в посадке деревьев, парковка машин и прочее, я думаю, что если бы начать с этими людьми работать, находить взаимопонимание, изучать самые наболевшие вопросы и уточнять мнение этих людей, а для них это очень важно. Человек должен прочувствовать, что, ого, ты смотри, и я все-таки начинаю, начинает и мое мнение заинтересованное, значит, его надо чаще высказывать, чаще обсуждать, то я думаю, что он мог бы таким образом вовлечь и всех остальных, даже, которые за него не голосовали, но они бы почувствовали свою важность. Здесь я считаю, что у горсовета огромный минус в этом. Ну, считаю, что есть все шансы для того, чтобы все-таки начинать работать, не закрываться от людей, все-таки чаще общаться. Больше открытости, больше диалога, независимо от своего снобизма, своих каких-то качеств, необходимо находить возможности разговаривать с людьми и находить ответы на вопросы. Общественные организации, согласно указу президента, первого, второго, третьего, служат для того, чтобы решать вопросы и сконценировать внимание руководства города на проблемы и контроль за их действиями. Не всегда это получается, но, тем не менее, контроль нужен, потому что, чтобы, к сожалению, не было коррупционное наше государство, поступки и действия были открытыми. Не только улицы города стали тем камнем преткновения, на котором возник вопрос об ответственности власти за принимаемые решения без учета мнения горожан. По указанию Юрия Гервозюка, грандиозные и резонансные преобразования коснулись центральной площади города. В одно прекрасное утро праздничного дня бендерчане увидели, как вырубаются многолетние деревья. Пострадало 24 дерева. Предлог казалось благовидный. Деревья больные, и пора их менять на новые. Но вот народ с этим не согласился. Под звуки работающей бензопилы, доносившейся с площади освобождения, проходило экстренное заседание депутатской комиссии Бендерского горсовета. Вопрос повестки дня актуальный и вызвавший большой резонанс в городе. Несмотря на большой дефицит финансовых средств в бюджете и то, что МУП «Спецзеленстрой» по некоторой информации не получал финансирования за ранее сделанные работы, работы по вырубке и резке в городе идут не прекращаясь. В комиссии со службой экологической и управления жилищно-коммунального хозяйства были обследованы зеленые насаждения и принято решение о списании данных зеленых насаждений в связи с тем, что они поражены грибком. Все-таки я настаиваю на ответе. Вы можете ответить, что все 24 эти дерева поражены? Зеленые насаждения, да, были все поражены. Все 24 дерева. И поэтому они ушли под списание. На данном участке планируется... Нет, это будет следующий вопрос. Вот все-таки я задал вопрос. Значит, должен вам сказать, что я не могу согласиться, потому что я тоже эти деревья обследовал и в экологии был и на площади было тогда. Ну, все равно будут голубые гели. А почему голубые гели? Ну, так запланировали, что... А кто запланировал? Совместно с службами было проведено совещание и запланировали на данном участке провести эти вопросы? А почему бы это Горсовет не знает? Генеральная схема зеленей города. Нет уже, Николая? Нет. Значит, тогда локально рассматривается каждая улица. Где программы должны вытверждаться? На сессии, потому что сессия должна выделять деньги, правильно? Источник. Либо это будет в ЖЭД, либо это фонд охраны правды. Кто деньги выделяет? Городской совет. Значит, Горсовет для того, чтобы выделить деньги, выделяет под что? Вы сейчас под что отчитываетесь? За программу. Да. Значит, есть такая программа? Горсовета утверждена? Нет. Значит, как же вы без программы утвержден? Да, я понимаю, что у вас там есть комиссии, вы предварительно рассмотрели, это ваша профессиональная обязанность, предварительно смотреть. А потом эту программу, которую вы предварительно смотрели, выносите на Горсовете, Горсовет либо утверждает, либо корректирует, либо не утверждает. Исходя из этого, уже определяет источник и финансирует средства. Вот как сейчас выступить? А где вы будете брать средства, чтобы это все высаживать? Нет, статьи благоустройства. Вы возьмете средства, которые утверждают Горсовет, но Горсовет не принимал программу. Как же он будет выделять средства, если он программу не принимал? Так мы тоже ждать не можем, когда программу примем. У нас раньше депутаты выходили, вспомните, давали поручения, где зеленое насаждение высаживается, какая проживаемость. Депутаты смотрят, чтобы эти средства использовались рационально, а не просто так выкидывались там. Депутат Леонид Ткачук задавал вопросы, на которые у представителей госадминистрации практически не было ответов. Проводится ли инвентаризация городского зеленого фонда, лечение и обрыскивание деревьев? Есть ли план посадки зеленых насаждений? Чтобы мы ответили нашим жителям, наконец, что там нет нарушений, что это действительно сделано все в законном порядке, потому что такие вопросы жители нам задают, что это незаконно, что сносят зеленое насаждение, что за сносят зеленое насаждение есть сегодня ответственность административная. Но уже по факту, уже теперь эти деревья снесены. Мы должны увидеть проект, и этот проект должен, еще раз говорю, иметь всестороннее обсуждение. Мы сейчас увидели образец неуважительного отношения к жителям города. У меня первое образование биолог. Я могу сказать, что большинство этих деревьев, которые было здесь, их можно было сделать просто санитарную обрезку. Это серьезный вопрос реконструкции. Это не то, что одному человеку прошло в голову, и остальные витки начинают это все делать. Это нужно в комплексное решение, чтобы высказать специалисты с одной сферы, с другой сферы, с третьей сферы, обсудили, вместе с депутатами определились, а что лучше, какие затраты, где эти затраты взять. Похвально стремление исполнительной местной власти сделать город красивее. Но представление о красоте у каждого разное, и никто не отменял такое понятие, как нецелевое использование средств. Пока шли обсуждения и разговоры, последнее дерево пало под натиском бензопилы. Отсутствие контроля в данном вопросе и, как правило, полнейшая безнаказанность может привести к необратимым последствиям для экологии города. 22 взрослых дерева, 20 из которых это взрослые, липы, еще молодые, возраст которых 35, максимум 40 лет. Липа в городских условиях живет до 100, 200 и более лет, а в естественных условиях до 600 лет. Поэтому эти деревья, максимум 35-40 летние, никак не могут быть старыми. Но в данном случае максимум, что можно было и нужно было сделать, это санитарная обрезка. Никакой особой опасности там не было. Из этих 22 деревьев действительно сносу подлежали максимум два. Одно из них клем, если не листный, он действительно был поражен грибковыми заболеваниями, действительно был старый, его нужно было снести и на его место посадить молодую липку. И вот один из аргументов комиссии, это поражение грибковыми заболеваниями этих деревьев. И там в разных ракурсах сняли одно и то же дерево, этот самый старый клен ясенелистый. То есть этот аргумент пораженность грибковыми заболеваниями тоже не выдерживает никакой критики. Эколог и житель города обратил внимание, что к решению подобных серьезных вопросов крайне необходимо привлекать грамотных специалистов и прислушиваться к их мнению. Такое масштабное действие, имеющее важное значение для экологии нашего города, оно должно было как минимум обсуждаться на общественных слушаниях. Есть замечательный в городе Бендеры Республиканский институт экологии и природных ресурсов, где есть настоящие ученые, специалисты в области лесоводства и зеленой архитектуры, ландшафтной архитектуры, настоящие профессионалы. Есть к кому обратиться. Экологические проблемы это те проблемы, которые должны всегда с учета мнения людей решаться, потому что это касается их здоровья, каждого. Были и такие нормальные мнения из экологов, которые сказали это преступление, то, что вы совершаете. Соответственно, насколько помню, были запросы в ряд структур, в том числе и в прокуратуру, которые пришли пустыми. то есть если уже отслеживать ситуацию, то надо отслеживать, как наше государство и с теми органами, которые обязаны реагировать на данный случай, которые кто-то же должен был быть таким, кто пришел бы и поставил бы этого взорвавшегося главу на место, а их никого не оказалось. Необходимо, чтобы заработал контроль, ну и нашей власти, для того, чтобы не иметь потом каких-то вот таких отрицательных неативных последствий, необходимо на стадии разработки вот этих решений, проектов выходить к людям и советоваться. Будем строить, будем сносить, будем расширять, будем рекструировать. Как ваше мнение? У нас сплошь и рядом какое-то такое свое видение. Вот кто-то стал там начальником большим, министром, не знаю, правительстве. Вот он уже считает, что он все знает, он все видит на этом уровне, он может все принять. Во-первых, надо внимательно смотреть, как это определяется законодательством и следовать четко ему. И во-вторых, еще раз подчеркиваю, максимально учитывать общественное мнение и мнение населения. Это самое главное. И, кстати, по общественному мнению, вот по экологии, у нас полтора десятка серьезных экологических организаций в республике и из них несколько в городе. То есть даже здесь государство могло чему-то поучиться у этих организаций. Болгарский поэт, публицист и общественный деятель Петка Рачев-Славейков однажды сказал, всякая власть, отдаляющаяся от народа, падет, как дерево, срубленное под корень. Очень много решений, конечно, принималось в противовес без согласования с городским Советом Народных Депутатов. Началось противостояние городского Совета Депутатов и госадминистрации и исполнительно-законодательно-звладственной работать вместе в интересах кого? В интересах народа. И это не получилось. И в итоге мы получили итоги выборов. Народ проголосовал против существующей власти. Смена власти произошла не только в Приднестровском регионе, но и в Молдове. Вот что думают жители Кишинева о взаимодействии городской власти с населением. Слышит ли городская власть людей и советуется ли с народом? Слышит. В одно ухо только. А как жители города могут повлиять на решения, которые принимает Примария? Печат сильнее. Я думаю, что слышат, потому что они что-то делают. Но я думаю, судя по тому, какие тротуары, наверное, нет. Думаю, слушают, но и не слышат. Советуется ли городская власть с народом и принимает ли глядя на все то, что делается в городе, думаю, нет. На бумаге советуется, а на самом деле нет. Если бы они советовались с народом, они бы дали народу право проверить их. А поскольку они не желают этого, они не советуются. Я думаю, что это их самая большая ошибка, потому что они хотят привлекать граждан к управлению советов. Дороги у нас в плачевном состоянии, тротуары заняты машинами, канализацией и прочее и тому подобное вообще. А народ страдает. А если народ их избрал, значит, они должны советоваться, ведь суверенным правом обладает кто? Народ. А народ остается. Как говорил Пушкин, народ безмолвствует. А как жители города могут повлиять на решения, которые принимаются в примарии? Не влияет ничего от людей, как говорится. Поменять всю комиссию отсюда с примарии. Я не знаю, надо делать митинг, я думаю. Надо ужесточение закона о выборах местных властей, введение каких-то других ограничений. Я, как видите, представитель поколения родившего Советский Союз, тогда были меры жестче, то есть и по отношению к руководителям. Если они нарушали, люди имели куда жаловаться, и эта жалоба рассматривалась на самом деле. А сейчас жалуются сколько угодно, конкретные меры не принимаются. Знаете ли вы примеры, когда эти решения повлекли за собой какой-то положительный либо отрицательный эффект? Давно не было. Положительный эффект? Да, да никогда. Хоть кричи, хоть не кричи. Вот, очистные сооружения сделали, остановки сделали, новые. Я работаю с нашей примареей три года, и я не вижу ни положительных, ни отрицательных, никаких. Такое впечатление, что народ отдельно, примарея отдельно. Отрицательный сплошь и рядом, положительный не знаю. Нельзя говорить, что не делает ничего? Нельзя такое. Все равно что-то делает. Посмотрите, что делается с деревьями в городе. Это рубка, как в лесу. Если граждане объединятся и будут спрашивать каждого советника с примаря, тогда и станет порядок. А порядка нет, поскольку они пользуются этой привилегией, что народ, понимаете, не контролирует их, и получается, вот что получается. мы имеем этот разнобой, а разнобой очень серьезный. И это является одним из факторов, который губит наше государство, губит на корню, поскольку власть не желает быть с народом. Они отдаляются от народа, делают между собой и народом, понимаете, пропасть. Или эта пропасть является их пропастью. Они там упадут и сберут других. По мнению экспертов Института европейских политик и реформ, платформой для обсуждения между премарией и гражданским обществом должны стать публичные слушания. В 2016 году из более 700 решений, которые принимались премарией, только 12 были вынесены на публичные обсуждения. Деятельность местной публичной администрации должна быть всегда на виду у граждан и в случаях, когда некоторые решения не соответствуют данным обещаниям, а соответственно и ожиданиям. Люди должны иметь возможность открыто и конструктивно высказать свою точку зрения. Чиновники в свою очередь обязаны прислушаться к ней и исправить ситуацию в пользу жителей. Зачастую граждане находятся в конфликте с местными администрациями. Успешной медиации в таком случае можно добиться за столом переговоров. Есть лишняя totalа администрации. В совместной дискуссии был инициирован проект «Публичные слушания» для Кишинева. Дежур Муниципальный советник Кишинева не очень доволен деятельностью примарии, а точнее тем, как принимаются некоторые решения. По их мнению, публичные слушания должны стать в городе обязательными. Но завтра она дойдет до вас. Так происходит с незаконным строительством, когда люди начинают строить свои права, только когда у них в дворах начинают строить. ДАКО БВИМАМАМ АВЕАМ МАЙ МАЙ МАИМАМА АМАМАМАitarЕМ АМАМАТЕМАМАМАМАа, Это важно, чтобы мы члены подсказали, об этом. Я принесу как сайта в посильном разговоре на спиртное общество. Я неслит отдая на спиртное общество, по поводу созидания пиргии, обеспечения Примурии Чише, потому что Примурия Чише На презентацию инициатива запуске платформы для дискуссии были пригласены Примар Чишинева, Дурин Киртоак, и вице-примар Нистер Грузаву Но присутствовала от Грацкой Примарии, только Вадим Бранзаниук Дурин Киртоак, руковод prevention Sunday Артищин Киртоак, руководитель мастер Г긴 Еojнер empieza Вадим Бранзаницам в haird這個是марня Дурин Киртоак, Teddy Еujっていう Идика Примария з 가지고 алкоголь Atỏng ken данege Особные дискуссионные платформы успешно внедряются во многих странах с высоким уровнем демократизации процесса публичного администрирования. Сегодня жизнь предъявляет новые требования. Не просто стремиться к чистоте и уюту в доме и во дворе, но уметь управлять своим имуществом. Не только возмущаться нежелательными действиями властей, но уметь аргументировать свои доводы на публичных слушаниях. Наиболее показательной можно считать ситуацию, которая возникла после решения депутатов Бендерского горсовета о продаже муниципального предприятия «Бендеры Рынок Торг». На заседании сессии Бендерского горсовета неожиданно вынесли вопрос о продаже прибыльного предприятия городского рынка. Ни сметы, ни экономического обоснования продажи на заседании не оглашали, но вопрос о приватизации включили в число первых. Несмотря на озвученные аргументы «за» и «против», народные избранники поддержали предложение теперь уже экс-главы города Юрия Гервозюга по продаже рынка. Эта новость вызвала удивление, возмущение и сопротивление горожан и общественности. Вы говорили о том, что депутаты должны учитывать мнение избирателей. Безусловно. В данном вопросе учитывалось мнение избирателей? Нет. Безусловно. В бытность нашего депутатского корпуса, это 90-95 год, по животрепещущим вопросам мы выходили в свои избирательные округа, встречались с людьми и выясняли мнение людей. Это первое. А второе я хочу добавить, я там уже не выступала, добавить следующее, что на сегодняшний день Бендер и рынок торг нуждаются в грамотном, толковом управленце, который будет заинтересован, чтобы в бюджет города поступали деньги. Создается впечатление у меня лично, что городская власть в лице госадминистрации просто самоустраняется от руководства муниципальными предприятиями. В отличие от депутатов, общественность решила не спешить и разобраться во всем. Ведь продать можно в любое время. Рынок – это то немногое и дорогое, что еще осталось непроданным в Бендерах. Вопрос вынесли на обсуждение общественного совета города. Представители крупных общественных организаций высказывались прямо линейно и порой жестко. Председатель союза женщин. 52 человека у меня составили. Мы проработали немножко. Все женщины против. Полезом трогать нельзя. Будет буча. И я вам уверяю, я женщин соберу на забастовку. Все по закону. У нас нет прозрачности, у нас нет открытости этого. Мы уже надоели, честно. У нас у кого? У граждан. У граждан. Какой метод? Винуты. Винуты раздражены. Нету. Смотрите, мы сегодня собрались, нам не дали никакой информации. Вы говорите, дайте конкретно отрицательность. Как я могу их дать, если я не изучил? У вас целый пакет, у меня одна бумажка. За 9 месяцев этот рынок дал бюджет города 3,5 миллиона доходов. До консавода их будет 5 миллионов. То есть 100 тысяч прямых доходов. Есть ли смысл продавать рынок, курицу, резать курицу, которая несет должное? Может, в соответствии с законом имущество принадлежит не гражданам города Петербурга, на городскому совету народа. Это урага, с которого мы выбрали. Это урага. Второе. О каком зарезании каких-то куриц и каких-то яиц? Я бы вас просил промотивировать. В чем суть вашего выражения? Кто кого режет и кто что забирает? Нет смысла продавать ту собственность, которая дает доход. Я согласен. Это ваше личное мнение. Это не моё личное мнение. Это не зубок. Это не моё личное мнение. Пожалуйста, визитический, визитический завод. Кто же его сдавали в частные руки? Вы человек новый в нашем городе. Новый человек в нашем городе. Вы родились, выросли, в 92-м году защищали и город, и республику. Мы не хотим, чтобы продавали рынок. Честное право, что вы это делали. Так, товарищи, давайте я... Вас мы только узнали только тогда, как вы бизнесмен пришли как главой госадминистрации. До этого мы вас вообще не знали. Кто такой Германзюк? Пусть горожане скажут, хотя это их собственное. Ваше предложение. Моё предложение, значит, пусть горожане скажут, я не продать, я не собственное, не ребят. Вон на Украине за референдума что творится? Людям не хотели дать референдум. Сделать референдум по важным вопросам, которые приходят к горожанам. Значит, такие вопросы, уважаемые коллеги, уважаемые глава, уважаемые председатели, уважаемые председатели совета, должны решаться публично, открыто, при этом всесторонне это должно быть рассуждено. Важное для города решение принималось в большой спешке, да ещё и минуя регламентные нормы законодательства. Поскольку вопроса не было рассмотренной депутатской комиссии, вы не просто нарушили закон о местном соуправлении. Большое предприятие, стабильно оплачивающее налоги и прочие сборы, дающее работу сотням жителей города и близлежащих сел, решили продать всего за 1 миллион долларов. Продажу планировали по индивидуальному проекту, а не с аукциона, где от потенциальных покупателей можно было бы получить более выигрышные предложения. Этот вопрос очень болезненно воспринят нашими горожанами, общественниками, потому что этому решению не предшествовало никакое извещение об этом, никакого обсуждения с населением. И поэтому мы сочли нужным этот вопрос вынести на вот такое заседание, которое сегодня прошло. По итогам большинство присутствующих практически единогласно высказались за то, что решение сессии городского совета надо пока приостановить. Рынок может быть продан где-то в пределах миллиона долларов, и в него должно быть вложено еще порядка от миллиона двухсот до полутора миллионов долларов на его усовершенствование. Члены общественного совета и общественность города считают, что эта сумма сегодня значительно низкая для того, чтобы продать такой объект в центре города, который является очень важным для каждой семьи. Неудивительно, что горожане возмущались, строили неприятные для городских властей предположения и задавали неудобные вопросы главе города и своим депутатам. Видимо, поэтому та сессия и собрала полный зал народа, людей, реально переживающих о том, что происходит в городе, как он живет сегодня и как будет развиваться впредь, какой будет жизнь рядовых граждан. Зал просто кипел от плещущих через край эмоций. Вопрос рынка – это принципиальный вопрос. Я вот передал список буквально за два часа, я набрал более ста подписей. Гудит город, просто гудит по поводу того, что пытаются нам здесь объяснить, как это все хорошо. Мы очень боимся, что мы не просто потеряем рынок, мы выручим один миллион, покрасим водолечебницу три раза одной краской и скажем, денег нет. Горожане наши обратились, проведите референдум, самый демократический способ, и народ вам скажет, продавать его или нет. Проведите так, как хочет народ. Не надо ничего выдумывать, потому что потом депутаты будут крайними. Дело в том, что мы видим, что насколько сложная вообще ситуация в мире. 21-й век будет век социальной потрясения. В ответ глава уверял, что приватизация рынка – неизбежность. У города большой дефицит бюджета, а казну надо чем-то пополнять. Слова градоначальника не убедили горожан. Они по-прежнему настаивали на нецелесообразности, незаконности и поспешности принятого по рынку решения. Упрекали главу в давлении, в лоббировании чьих-то частных интересов, в высокомерии, неумении работать с людьми и манерой переходить на личности. В общем, цивилизованного и продуктивного диалога с властью у людей не получилось. Собрался полный зал. Казалось бы, вопрос понятный. Если бы были соблюдены все нормы закона, наверное, не было необходимости вести тупую полемику. Вроде бы нормально, начался сегодня Юрий Витальевич разговор по деловому, схему наконец представил, потому что раньше ее не было. А потом перевел просто на личности. Я бы посоветовал вам, Юрий Витальевич, научиться работать с людьми, с общественностью, слышать их. Перепалка кипела более двух часов. И все же бендерчане, проявив активную гражданскую позицию, не дали продать городскую собственность в частные руки. А после того, как вопросом продажи МУП Бендера и Рынок Торг заинтересовалась прокуратура, стало ясно, что рынок останется городской собственностью. При умелом управлении будет наполнять казну средствами, которые можно направить на решение насущных проблем города. Для бендер и для всего региона, я думаю, для всей республики это такой показательный пример, как общественность может не оставаться в стороне и, несмотря на все страхи и риски, вступаться за свой город. Мнение отдельных служб администрации было такое, мнение депутатского корпуса было другое. Даже в рамках двух ветвей власти не было единства. Это все должно оговариваться и оговариваться должно, прежде всего, двумя ветвями власти и с максимальным привлечением общественности. Я думаю, что если опять этот вопрос встанет, а он, возможно, встанет, то должны учесть тот опыт отрицательный, который был, когда пытались просто навязать решение узким кругом лиц, ну, более того, там просто давили на депутатов, чтобы они проголосовали. И эта картина, конечно, была очень удручающая, потому что стыдно было смотреть, как, извините, депутаты откудули голову, нагнули, а поднимают руки и лицо даже не показывают. Но такого не должно быть. Вспоминая, когда в бытность мою, председатель городского совета, у нас очень много решений, таких спорных, серьезных, выносились на сессию городского совета в виде альтернативных проектов. То есть не одно решение выносились, проекты, а два проекта или три проекта. И тогда уже общественность еще выступала, и когда обсудили, выбрали лучший. Поэтому это тоже форма, которая должна использоваться. Но надо не стесняться приглашать на сессию руководителей и просто представителей общественности. Делайте эти сессии открытые, они все должны быть открытые. Пусть граждане приходят и слушают, они должны тоже видеть, что власть делает и как она обсуждает, решает и так далее. Это все, вся эта открытость, она может только способствовать тому, что решения будут, еще раз говорю, наиболее взвешенные, максимально учитывающие интересы и не наносящие вред какой-то, иметь какие-то негативные последствия. Раньше, если вспомним те еще старые времена, проекты таких решений, проекты, я подчеркиваю, публиковались в городской газете. Затем собирались мнения и пожелания и замечания жителей города, корректировались эти решения и уже окончательно принимались. То есть они в себя вбирали спектр мнений различных, которые были в городе. И естественно, они были более взвешены. Сейчас этого нет. То есть, ну да, специалисты, есть специалисты в государственной администрации, есть специалисты, скажем, в городском совете, которые рассмотрели, вроде грамотно посчитали, но вот до общественного мнения это доходит очень редко и не в полном объеме. Вот если эти атрибуты будут использоваться властью, то, безусловно, и жители будут принимать более активное участие, и решения будут более взвешены, и меньше будет жалобы, обращений, потом и нареканий на то, что приняли что-то не так. И тогда таких отрициальных примеров, которые сегодня есть в городе, либо вообще не будет, ну, это, конечно, очень большое, так сказать, сомнение, но, по крайней мере, будет очень мало, очень редко, потому что все это будет все-таки вместе с жителями. Исполнительная и законодательная власть в городе сменилась после выборов, которые прошли в Приднестровье в Верховные и Местные Советы и выборов президента. Примечательно, что прежде чем президентом был назначен глава города, кандидатуру на этот пост обсудили общественники. Президент прислушался к мнению горожан, главой города назначили бендерчанина, депутата городского совета двух созывов. Главным ориентиром, наверное, в работе нужно будет сделать то, чтобы люди поняли, что власть, в том числе и власть в городе, насозна в первую очередь для удобства и проживания горожан в нашем городе, а не наоборот. Чтобы это все четко понимали и это ставили во главу угла при исполнении своих обязанностей. В бендерах есть союз общественников, который объединяет 32 организации. Каждая работает по своему уставу и плану. Но вот городские проблемы привыкли решать сообща. Поэтому с первых дней своего назначения глава госадминистрации начал диалог с общественниками. Борьба с бродячими животными, освещение улиц в ночное время, проблема городских застроек, качества пешеходного тротуара, так называемой дворянской. Пустующие здания в прошлом городских школ – это лишь некоторые вопросы, поднятые неравнодушными жителями города. Первые итоги, которые сегодня он озвучил, что будет работать с нами в тесном контакте. Есть очень много нерешенных вопросов в городе сегодня, которые предстоит решать новой администрации. И сегодня отрадно, что уже есть предпосылки, что просят, чтобы мы включили для общественного контроля, народного контроля, своих представителей в теленые комиссии госадминистрации. И это будет. И горсовета госадминистрации. На этой же встрече глава озвучил, что мы будем заниматься, обязательно будем восстанавливать стадион. И там есть и бассейн. Для восстановления бассейна необходима огромнейшая сумма средств. С моей точки зрения, необходимо объявить, что давайте мы объявим этот бассейн народной стройкой. А может быть, это действительно должно быть какое-то акционерное общество. Эти предприятия, которые имеют возможность вложить деньги, они строят, они будут акционерами. Часть акций будет принадлежать государственной администрации. Не надо, наверное, бояться. Вот именно слушать народ, слышать, слышать. И могут поступить такие предложения, которые, может быть, мне даже не нафантазировать. Это было бы очень здорово. Конечно, у людей очень много проблем. Но заинтересовать людей можно. Заинтересовать это должна все-таки власть. Должна находить такие формы, которые максимально найдут отклик у населения. Это те интересные проекты, которые сегодня можно предварительно опубликовать и знакомить через СМИ наше население. Это пожелание максимально учесть. И вот если потом какой-то объект будет построен или что-то будет сделано именно по пожеланию, я думаю, что это еще больше подтолкнет население к тому, чтобы активнее участвовать в управлении городом, в управлении городскими делами. В свою очередь глава поделился своим видением развития города и отметил, что первоначально планируют наладить работу с гражданами, чтобы те не оббивали пороги в подступах к чиновникам, а сразу изъяснили свои проблемы и меньше тратили времени на их решения. Для этого при госадминистрации будет создана целая служба. Среди перспективных задач глава назвал развитие экономики. В этого времени глава администрации занимался большей частью госдеятельностью города. В чем это выражалось? Сэкономить те скудные средства, которые к нам поступают. Вот и все. И всегда борьба шла за то, что что-то делалось неоткрыто, что-то делалось непрозрачно, где какие-то элементы были, коррупционные составляющие и так далее. Мы видим, что глава администрации, конечно же, должен заниматься с ними вопросами, но в первую очередь должен заниматься развитием города и развитием экономики. Одна из форм привлечения общественности в процесс принятия решений – публичные слушания по важным вопросам. В Бендерах по инициативе главы уже проходят подобные слушания в виде круглых столов и приносят свои результаты. Что делать с бродячими животными? Решение этой проблемы вынесли на общественные обсуждения, чтобы, выслушав различные мнения и пожелания, прийти к компромиссу. По итогам в госадминистрации уже разработали комплексную программу регуляции численности бродячих животных. Правила, которые мы готовили, значит, когда мы их подготовили с общественными организациями, в том числе, этот документ был опубликован в нашей городской газете. Он был предметом доступа в сети интернета для того, чтобы жители города могли внести свои предложения по данному вопросу. Будем действовать разными методами. Один из методов – это отлов собак специальными ловцами, которые работают в специализированном предприятии. Второй момент – это мы, наверное, приобщим к этому вопросу и общественность. Попросим, чтобы нам помогли граждане отлавливать этих животных. Они в дальнейшем будут направляться в специализированные предприятия, где будет произвести их осмотр медицинский, где будет произвести их стерилизация, и часть животных мы обязательно будем выпускать на место. Это один из первых положительных примеров, когда городская власть услышала общественное мнение при принятии решения. Но тут немаловажно, чтобы слова не расходились с делом. А для этого нужен контроль. Отчеты власти перед населением, перед жителями, всеми жителями. Есть у нас формально в законодательстве отчеты и городского совета, государственной администрации. Ну, как-то это все делается в узком кругу, с привлечением буквально каких-то отдельных руководителей общественной организации и все. Ну, я бы, например, предложил бы, чтобы это делали публично в большом зале Дворца культуры Миткаченко. Вышел глава администрации, вышел председатель горсовета. Это полный зал желающих участвовать и слушать. Это даст возможность оценить, насколько правильно власть осуществляет те или иные решения. Ну и, наконец, контроль. Это еще одна форма. Необходимо контролировать, как власть эти решения исполняет. Вот контроль у нас сейчас самое слабое место. Если помним, раньше был такой народный контроль. Это постоянный орган, который заседал, рассматривал серьезные вопросы. Сейчас вот такого контроля нет. И общественные организации, они пытаются как-то донести, видят замечания, но нет формы, где бы они могли это сделать. Взаимосвязь между властью и обществом – это не только общественные организации. Еще раз говорю, потому что сейчас вижу, что все так нацелены, если нужно мнение общественности, пригласить председателя общественных организаций. Многие общественные организации не ведут активность в своей деятельности и не опираются на мнение своих членов или на мнение общества, в котором они живут. Чаще высказывают свое собственное мнение, которое порой не совсем адекватное. А вот связь через городской совет с жителями районов, с председателями домовых комитетов. И тем самым вовлекать их в жизнь города путем оказания помощи городу различным хозяйственным субъектам в уборке, в подметании, в посадке деревьев, в поливе деревьев. Все-таки наш город, извините, считался самым зеленым. Да, вот у нас сейчас есть общественная палата, кстати, которая законодательством пока еще не утверждена лишь указом президента. Это тоже недостаток, потому что законодательство, если бы она закона была утверждена, там бы были и полномочия, и права, и ответственность тех лиц, которые не дают им никакую информацию. Или дают неполную информацию. Есть общественный совет города. Я думаю, что эти институты должны быть наполнены новым содержанием, основным законодательным содержанием, чтобы им дали больше полномочий. Они могли бы все-таки свою роль здесь играть. Все действия власти, они должны быть открыты, они должны быть прогнозируемые, и они должны быть контролированы. Если вот эти атрибуты будут соблюдаться, тогда законы, которые принимаются, скажем, в нашем городе, а это законодательные акты, которые принимает город, они будут более взвешены, и они не будут вызывать какой-то реакции негативной. На сегодняшний момент все, кто в подчинении у главы, уходят от принятия решения, от участия. Все ждут, что им скажет глава. И я эту панику, эту боязнь вижу, постоянно общаясь с теми или иными чиновниками. То есть самостоятельно принять решения из них никто не может. Поучаствовать, решить, пойти, если надо, найти слова и объяснить главе, что надо сделать именно так. То есть на себя ответственность они не хотят брать. Вот это хуже всего. И от этого прежде всего будет страдать наш глава, который, получается, должен будет принимать все решения сам. А он всего решить не сможет, как и президент. То есть на уровне исполнителей, на местах, на уровне начальников, мупов, гупов, такие решения необходимо принимать. Взвешенные, здравые, которые услышаны от людей или увидены в социальных сетях. Конституция говорит о том, что вся власть принадлежит народу. А народ эту власть осуществляет через депутатов, через избранного президента. То есть избирают представителей, которые, в принципе, выражают его интересы. И должны выражать, по крайней мере. Насколько это удается, это, конечно, судить и людям конкретно. Потому что в каждом округе есть депутат, есть какие-то исполнители структуры, которые выполняют функции. Но я думаю, что недостаточно. Хотя сказать, что вообще не слышат, это было бы неправильно. Потому что есть наказы избирателей, есть встречи, есть письма, жалобы, обращения граждан, они рассматриваются. Это недостаточно все же, по той причине, что не все формы, которые есть, сегодня используются. У нас очень мало в последнее время круглых столов. У нас очень мало публичных обсуждений и общественных слушаний по злободневным вопросам. А в городе таких вопросов немало. Все эти вопросы, конечно, рассматриваются депутатами, рассматриваются исполнительными ветвями власти. Но в полной мере все-таки пожелания жителей не реализуются. И не только потому, что нет средств. Потому что все-таки вот этих форм, где можно было спросить у людей, недостаточно. Я думаю, что сейчас пришла новая власть, практически перезагрузка произошла власти, все вертикали власти. Я думаю, что если возьмут на вооружение, скажем, вот этот момент, то решения, которые принимаются будут этими властями, будут более взвешенные. Они в большей мере будут учитывать все-таки пожелания людей. В постсоветских странах влияние общественности на принятие публичных решений растет. Не исключение составляет и Приднестровье. Насколько далеко это может продвинуться, будет зависеть лишь только от того, насколько динамично будет развиваться и формироваться гражданское общество. Работать много или работать с умом? Экономить или транжирить? Действовать или ждать? Мы выбираем совместно каждую неделю в передаче «Альтернативы» на твоем канале. «Альтернативы» – широкий выбор идей для нормальной жизни.